всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут анелия сегодняшнее видео посвящено вот этой малышке эта палетка мини ньют от наташи деноны на моем канале выходило уже несколько видео ну во первых было видео о мини болт а затем было целых два видео палетки метрополис в одном из этих видео я сейчас разыгрываю вот это вот самую палетку мини голд ссылки на все видео я оставлю внизу в описании наверху где-то они тоже будут появляться а теперь к нашей героине вот она палетка мини ньют здесь всего 5 оттенков это самый маленький формат палеток который есть у наташи деноны но и собственно это то же самое что мини голд по размеру вот я их покажу вот они рядом это абсолютно одинаковые размеры филов только разная цветовая гамма здесь 5 оттенков два матовых два металлика и один два хром эта палетка заявлена как нейтральная не знаю я насколько она нейтральная я могу назвать базовый это да вот нейтральный не очень потому что она все-таки на теплой стороне сейчас вы сами увидите свочи и макияжи и поймете нейтральная она или теплая палетка произведена в италии напомню что косметика наташи деноны не тестируется на животных является крути-фри спасибо им большое за это переходим к сводчим и макияжем а затем я поделюсь впечатлениями о ней так выглядит сводчи при свете кольцевой лампы это при дневном свете и при ярком солнечном приступим у меня на этом глазу уже есть консилер на веках и он будет моей базой начинаю со светлого матового оттенка и наношу его чуть выше складки этот же оттенок наношу на нижние века соединяя уголок темно-матовым оттенком который называется соил затемняя складку и внешний уголок также этот темный матовый наношу на нижние века металлик который называется бронзаж я наношу пальцем на практически все верхнее веко на преимущественный на его центр светлый металлик наношу в уголок коричневым карандашом я прорисую межресничку и слизистую нижнего века у меня достаточно хорошо заточен карандаш и я немного прорисую линию роста ресниц с внешнего уголка вновь добавлю темного оттенка внешний угол у меня сегодня ужасная помада это лориаль ли макарон но мне не нравится у меня слипаются губы это неприятное чувство немного светлого оттенка нанесу под бровь ну и вот что у меня получилось это знаете самый базовый вариант макияжа для меня но полетка то базовая и макияж такой же это то что я делаю скажем так на автопилоте когда я не думаю о том чтобы мне сегодня сделать когда я тороплюсь я вот вот с таким макияжем оказываюсь особенно мне нравится что здесь коричневый красноватый мои глаза цвета хаки становятся от этого зеленее ну и качество пока никаких никаких претензий у меня нет все красиво все хорошо решила сделать что-нибудь вполне классическое но не совсем в моем духе скажем так этот макияж я буду делать на консилере без базы под тени во-первых это палеточка хорошо себя ведет и просто на консилере во-вторых мне не нужна стойкость я сижу дома крашусь умываюсь опять крашусь если вам нужна стойкость а то пожалуйста воспользуйтесь базой под тени начну с консилера нанесу немного на верхнее веко так я взяла карандаш коричневый и первое что я делаю это я выбираю направление по которому я буду сегодня красить глаза я буду иногда закрывать свое лицо потому что иначе я не вижу что я делаю я поставила там точку для того чтобы понимать направление в котором я буду вводить стрелку чтобы у меня они были одинаковые я немного растушевала этот карандаш таким образом что растушевка у меня вся только сверху а синие у меня пока чистота я набираю темный оттенок и убиваю этот карандаш затем я беру светлый матовый и продолжают истории по верхнему веку теперь можно снять эту точку я беру ватную палочку я смешала темные светлые матовые теперь прихожу к самой на мой взгляд волнительной части это к лайнеру мой лайфхак с лайнером это поставить локти на стол ну то есть опереться на какую-то поверхность тогда линии будут четче и ровнее сначала я порисовываю просто линию роста ресниц я отвлекусь от лайнер и прорисуем межресничку мне так будет комфортно вновь в лайнер еще один лайфхак мне обычно для стрелок нужна вот такая кисточка смачиваю эту кисточку в мицеллярной воде то я взяла вот ватный диск уровня в мицеллярной воде и я вот так просто намочила эту кисть и теперь подтираю так делает кэти джейн хью в своем инстаграме так делают многие визажисты страшная конечно история со стрелками каждый раз смотришь и думаешь вот они вроде как сейчас похожи углом своим но черт его знает вроде как они родственницы но дело еще не закончено я беру карандаш и прорисовываю нижние слизистые моя стрелка намеренно начиналась чуть ниже угла глаза для того чтобы я могла там сейчас соединить с нижним веком чуть выше стрелки я прохожусь вновь темным оттенком у меня сами по себе глаза достаточно круглые поэтому вот это затемнение и расширение стрелки я начинала именно в том месте где форма моего глаза начинала закругляться то есть если вы посмотрите где мой глаз закругляется именно там я начинала выводить эту стрелку и затемнение я теперь вновь беру карандаш и делаю вот здесь я это раньше называла клювом и честно говоря очень не любила когда так делали визажист ну то есть как не любила это не мое дело любить или не любить макияж который на мне делать но лично мне это не нравилось вот это я называла клювом для этого клюва внутреннего уголка нужен стойкий карандаш потому что оттуда все мягкое масляное будет мгновенно уползать у меня марк джейкобс он на мне держится хорошо так держится прошу обратить внимание на мое нижнее веко потому что здесь практически ничего нет и это для меня опять же не свойственно я люблю чтобы нижнее веко было как-то сбалансированно отвечала взаимностью с верхнем когда у меня что-то там интенсивное наверху снизу тоже должно быть но не в сегодняшнем случае потому что сегодня я хотела это все дело вытянуть а не закруглить то что если я сейчас начну добавлять здесь снизу у меня опять станут круглые глаза какие они у меня есть на самом деле но я только добавила с уголков и этим самым сузила свои глаза вытянула их к вискам ну по крайней мере мне так кажется никакие тени не должны быть ниже линии подводки то есть вот здесь у меня должно быть чисто ну по идее туда можно было наклеить скотч которого у меня нет поэтому поэтому приходится полагаться на свои две у меня сейчас на глазу 2 матовых вот они два и теперь я туда буду добавлять вот этот светлый шинер металлик который называется люмину добавляю его в уголок но пожалуй можно наносить тушь внесла немного разнообразие в свое макияже изменила форму и в этом макияже есть пользовалась всего три оттенка 2 матовых и светлый ну и вот что получилось задумка была из моих круглых глаз и сделать более вытянутую форму но и мне кажется удалось для начала я беру консилер именно он будет сегодня моей базой под тени на улице что-то цветет и у меня течет нос все время хочется чихнуть но я все равно решила снять видео я взяла коричневый каял который легко растушевывается к тому же начну с нижнего века нанесу на слизистую на нижнее веко и потом растушую приблизительно то же самое я делаю на верхнем веке для начала прорисовываю межресничку затем прохожусь по контуру и растушевываю глаза сегодня слезятся спасибо березе липи тополю не знаю кому кому-то из них поскольку это хорошо растушевал этот карандаш я прохожусь еще раз по контуру а а теперь можно переходить к теням я возьму самый темный оттенок который называется союл ношу на нижние века и на все верхние века беру светлый матовый растушевываю края затем я беру дуахром на палец и на центр век не только на центр а так не стесняясь скажем так единственное что я теперь темным оттенком вновь пройдусь по внешнему уголку чтобы вот здесь у меня был темный цвет светлый металлик наношу под бровь и в уголок глаза под водкой немного подведу ресничный край теперь тушь нанося тушь на нижнее веко я специально буду не очень аккуратно это делать или же наоборот аккуратно пачкать нижнее веко я буду вот как-то так это была тушь от ланком миссию биг любимая многими хваленая многими но должна признаться что мне кажется вот вот эта тушь от белиты белорусской нравится больше удивительно но факт я сделала стрелки побольше уже даже после того как нанесла тушь посмотрела на себя и решила что мне их не хватает я вообще последнее время ими слегка увлеклась а все почему потому что я купила новые где он новый айлайнер знаете как это бывает купишь что-нибудь новенькое и хочется и так попробовать и эдак в общем играюсь пока играюсь и вот он мой готовый результат можно добавить немного еще блеска наруга баксом на центре век у меня на самом деле вот такой красивый до хром но мне кажется камера съедает этот перелив и его не видно с макияжами закончена все они получились достаточно спокойными на мой взгляд но дело в том что сама палетка располагает к такому она базовая ее потеряла искала глазами где же у меня сама палетка вот она она сама скажем так весьма базовая поэтому и макияжи соответствующий но ничего плохого в этом я не вижу потому что но я не всегда вот хожу с фиолетовыми смоки или оранжевыми стрелками что-то такое мне тоже нравится я за разнообразие теперь что касается моего мнения по поводу этой палетки она хороша она классная у меня не возникло вопросов проблем или претензий ни с одним из оттенков они хороши и матовые и металлики и дуахром металлики возможно не самые блестящие сияющие но весьма и весьма хороши единственное что могу сказать точно что она не нейтральная вы сами видели свочи и макияжи она теплая даже с какими-то такими красноватыми нотками вот этот терракотовый оттенок при этом он хорошо оттеняет зеленцу моих глаз я осталась довольная если говорить о нейтральных палетках то у наташи денона есть вот такая палетка camel вот они рядом camel на мой взгляд более нейтральная но я ее еще не пробовала я пока на нее только смотрю как все протестирую попробую вернусь к вам с обзором это будет одно из моих следующих видео меня просили также сравнить эту палетку показать рядом с метрополис потому что я этого не сделала видео о метрополис вот так они выглядят вместе если на видео они вам кажутся похожими то в жизни они мне такими не кажется потому что вот здесь есть этот терракотовый оттенок которого нет здесь все остальные ну да это теплые какие-то золотые оттенки можно назвать их похожими но абсолютных пересечений нет то есть одинаковых оттенков в этих палетках нет они вообще не кажутся мне так чтобы очень похожими зато когда я красилась этой палеткой mini nude я вспомнила кое о чем из своей коллекции что как мне кажется весьма и весьма похоже вот это шарлотт тилбери наверное вот так вот сначала покажу это шарлотт тилбери винтаж вам вот она она у меня уже несколько лет я ее люблю хотя последнее время реже ей пользуюсь но просто потому что не до нее они похожи здесь больше всего похожи как раз вот эти терракотовые красно-коричневые оттенки остальные ну скажем так настроение одно цветовая гамма одна абсолютных пересечений тоже нет они не одинаковые но вайб знаете ли один сразу же покажу сводчи чтобы было понятно насколько они похожи красно-коричневые оттенки действительно похожи светлые металлики отличаются у шарлотт тилбери он более розовый у мини нюд более золотой но остальные три оттенка на мой взгляд не похожи если бы мне надо было выбирать то я выбрала бы мини нюд во первых мне нравится здесь матовые больше а здесь знаете это вот такая формула у шарлотт тилбери когда это то ли матовые то ли шиммеры что-то среднее здесь просто матовые оттенки мне это нравится кроме того здесь классические металлики такие насыщенные а здесь один до металлик а 2 вот где вот этот это топпер он уникальный своем роде он действительно делает такое влажное веко но при этом рефил я вижу он склонен к тому чтобы затираться у меня он хорошем состоянии но но это не может произойти с мини нюд такого не будет это не делает шарлотт тилбери плохой палеткой просто наверное если бы я между ними выбирала то я выбрала бы мини нюд ну как-то так я у себя нашла еще кое-что ну не сказать чтобы похожее но в этой же цветовой гамме и эта палетка от марка джейкобс скендала смотрите какие профессионально открыла одной рукой да здесь тоже красно-коричневая гамма ну как мне кажется в подобной цветовой гамме масса палеток на рынке я только показываю то что у меня есть под рукой возможно это кому-то будет полезно но наибольшее сходство еще раз с шарлотт тилбери кстати я вот с этой палеткой сделал три макияжа и это далеко не предел я уверена что можно придумать еще массу вариантов почему я об этом говорю потому что я вам сейчас показывала вот ее скандаласт и мне на днях написали комментарий что эта палетка ровно для одного макияжа не знаю тут все зависит от фантазии человека в этом я уверена с мини-голд я не думаю что требует сравнения но на всякий случай вот они как они выглядят общего я в них не вижу разве что вот форма размер это да одинаковые ну и по идее цена у них одинаковая во всех иностранных магазинах они стоят 25 долларов если цена в долларах в нашей сифоре мини-нюд стоит дороже чем мини-голд подозреваю что это из-за выросшего курса доллара но это только мои догадки потому что мини-нюд появилась позже чем мини-голд и возможно поэтому цена отличается но точно не знаю здесь всего пять оттенков как бы не особо разгуляешься с другой стороны не надо ломать голову как их сочетать ну и подводя итог о ней могу сказать что она хороша она классная маленькая компактная все оттенки ведут себя хорошо да она базовая но не вижу в этом ничего плохого и она вовсе не нейтральная она тепленькая даже с такой слегка краснотой на этом наверное все о ней решайте сами нужна она вам или нет тут уж хозяин барин но у меня к вам вопрос по поводу моего розыгрыша моего розыгрыша мини-голд который вот проходит в другом видео ссылка внизу все такое мне надо выйти в инстаграм в прямой эфир и определить победителя я не знаю в какой день это лучше сделать я новичок в этом деле и не знаю выходные или будние утром или вечером потому что хотелось бы чтобы там присутствовали вы поэтому напишите мне пожалуйста в комментариях когда это лучше сделать утром вечером выходной будний день может быть вы точно знаете что это надо сделать в среду или в пятницу короче как вы решите так и будет жду ваших комментариев если что все решит рандомайзер я сама никого выбирать не буду но с победителем свяжусь в личку и отправлю к нему вот эту красоту ну а на этом все спасибо большое что посмотрели это видео и провели со мной время если вам было интересно если вы узнали что-то новое ну или вы просто хотите поддержать меня начинающего блогера ставьте лайк подписывайтесь на мой канал также вы можете нажать на колокольчик и тогда вы сразу же узнаете о моем новом видео всем спасибо всем пока жду вас в комментариях типа завтрак освещено палетки от Наташи Денони нет Денони Денони Эй Наташа Денони вот кто присоединился к нашему видео ты зубы чистил? а? ты зубы чистил? пришел и кошек сонный сонный мальчик да да привет привет мой мальчик Владимир вот второй ну это не было было негодяйская камера вовремя не вовремя выключилась подлюка все я все сняла я все сняла я молодец я молодец время пол одиннадцатого я все сняла вау и и и и и и и и